С приветственным словом к собравшимся обратилась директор историко-краеведческого музея Елена Эльмурзаева. Сообщила, что ахтубинцев, пожелавших принять участие в конференции, оказалось много. Только в списке выступающих, подготовивших материал 20 человек. Обозначила регламент. Первой выступила преподаватель района детской художественной школы имени Петра Котова Нариса Басангова. Она рассказала о бывшем директоре художнике Александре Клишине, о том, как его стараниями был создан филиал Ахтубинский Астраханского художественного училища, о его творчестве, становлении как большого художника. Ученицы 6 класса 2 школы Виолетта Алешина и Елизавета Казачкова считают, что в проекте «Калейдоскоп истории, события и люди Ахтубинского района» обязательно надо поместить рассказ о их учителе, ахтубинской поэтессе Елене Савидовой. Ее стихи о природе нашего края наполнены любовью, несут историческую достоверность. Эта работа очень нужная. Благодаря проекту «Калейдоскоп истории, события и люди Ахтубинского района» у нас появилось желание узнать о прошлом своей страны. Также жизнь поэтов Дмитрия Тюрина, Елены Савидовой и героев Ивана Зайцева, Алексея Седунова, современные школьники на примере славных жителей, участников мужества, героизма к родине и любви к родине. Алифтина Нестеренко, краевед, исследователь, рассказала о своем отце Федоре Петровиче Нестеренко самобытном художнике из поселка Петропавловка. Своим талантом, усердием он достиг совершенства. Писал портреты известных людей, расписывал храм Михаила Архангела. Его работы и сейчас украшают стены церкви в Ахтубинске. А это Алексей Михайлович Нестер, ученик второго класса школы номер 12 поселка Верхняя Баскунчак. Алеша очень подробно рассказал о интересной родословной его семье. Я думаю, что такие мероприятия должны быть и должны создаваться для того, чтобы люди интересовались историей своего города, историей своей семьи, собирали необходимые документы, которые понадобятся им в будущем, составляли свою родословную. В рамках проекта планируется воссоздать утраченные страницы истории, интересные факты из жизни наших земляков. Сергей Ефремов, член местного отделения Российского военно-исторического общества, написал интересный очерк о своем коллеге, его семье, Лысенко Викторий, о том, как он стал морским офицером, служил на атомной подводной лодке и как его отец штурмовал Берлин в 1945-м, поделился его фотографиями на фоне руин Рейхстанга. Ученики Нижнебоскончакской школы Камилы Утишкалиева и Вика Сандрыкина рассказали о бывшем директоре, именем которого названа их школа. О Искалиеве, Кадеме Кандербайовиче. Он был не только замечательный педагог, участник Великой Отечественной войны, но и очень авторитетный, мудрый руководитель, наставник. Активное участие в конференции приняли сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки, рассказавшие в своих материалах о истории Слободы Владимировка. Библиотека района детской школы искусств имени Эмилия Балакирева Наталья Макарова прочла очерк о своем учителе Александре Петровиче Жондареве. Участники конференции, кто знал Петровича, общался с ним, слушали Наталью Викторовну, затаив дыхание и даже не стеснялись слез. По мнению организаторов калейдоскопа, первое заседание показало, что они приняли правильное решение, обратившие к жителям района за выявлением, восстановлением событий давно минувших дней с просьбой рассказать об уникальных людских судьбах нашего района, заслуживающих того, чтобы о них знали и помнили. Владислав Лихварь, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ